Привет-привет, меня зовут Катя, а это моя бульдожка Рози. Ну и там на заднем фоне будут бегать собаки, они у меня сейчас просто находятся на передержке. Тема сегодняшнего видео, что делать, если собака кусает руки. Я не думала, что это настолько актуальная тема, но очень много запросов было именно вот по этому вопросу. В этом ролике мы будем разбираться, как решить эту проблему. Будет информативно и интересно, так что подписывайтесь на мой канал. Ну, для начала нам нужно разобраться, почему собаки кусают наши руки. Если мы посмотрим на щенков из одного помета, то мы можем увидеть, что они постоянно друг друга кусают. Я прямо помню в детстве, как я приходила к бабушке, у нее была собака, у которой родились собаки. Какая долгая предыстория. И эти щенки постоянно дрались друг с другом. И я прямо переживала за них. И я думала, боже мой, они же сейчас друг друга просто там съедят заживо. Один ухо пытается откусить, другой за шею кусает. И для меня это было всегда так страшно, но потом мне объяснили, что это нормально, собаки так играют. То же самое из человека. Собаки кусают руки, потому что для них это способ игры, способ взаимодействия с нами. И для них в этом нет ничего страшного. Это только нам может показаться, что это ненормально. Еще одна причина, почему щенки кусают руки, это зубы, которые у них режутся. Щенки до года сталкиваются с большим стрессом. У них сначала появляются молочные зубы, потом эти молочные зубы выпадают, потом у них появляются коренные зубы. И все это время им хочется что-то грызть. Это может быть обувь, ваша мебель или даже ваша рука. Так что же делать в таком случае? Ведь не всем это нравится, признаемся честно. Ну, во-первых, самый эффективный способ это сконцентрировать внимание с рук на игрушке. Купите обязательно своему хвостику какие-нибудь игрушки, грызульки, косточки, чтобы он всю свою энергию спроецировал на них. Представим, у вас есть щенок, которому 3 месяца, он любит кусать за руки. Что мы делаем? В этот момент, когда он хочет с вами поиграть, потому что, как правило, щенки кусаются, потому что они так играют с вами, мы подкладываем ему, вот, предположим, этот канат и говорим, что вот играя с этим. Руки убираем желательно в этот момент и вот просто показываем, что канат это весело, что с канатом можно играть, а вот с руками нет. Мы должны выработать ассоциацию, что если хочешь поиграть, пожалуйста, бери свои игрушки, у тебя их много. Их действительно должно быть много сначала. Вот, и пусть щенок играет с ними, но с руками нельзя взаимодействовать. Но, предположим, пёсик не понял, что нужно играть с игрушкой, ему интересна ваша рука. А как мы можем отучить щенка кусать еще руки? Когда щенку 3 месяца и он кусает вас за руки, некоторым хозяевам это кажется, ну, ничего страшного, окей, будем дальше играть с руками. И там всячески взаимодействуют, там суют руки в рот, сами играют и провоцируют щенка, что вот, как бы, смотри, у меня есть рука и с ней можно играть. Но так лучше не делать, потому что это поведение щенок может запомнить, понять, что да, с рукой можно играть. И в будущем, когда ему будет уже не 3 месяца, а 3 года, он продолжит играть с вашей рукой. Когда доберман маленький, в этом нет ничего страшного. Но вот когда доберман уже вырос, и он хочет играть с вашей рукой, ну, тут это не всем понравится. Поэтому сразу же, вот с раннего возраста, нужно показать, что с рукой не нужно взаимодействовать. То есть, предположим, щенок вас кусает, вы в этот момент убираете руку и просто замираете. Вы не продолжаете с ним сюсюкаться, не продолжаете играть, не нужно тыкать ему руками, там, в рот, в глаза и так далее. Не нужно его провоцировать на игру. Как правило, вот это негативное поведение формируют сами хозяева, а потом не могут с этим расквитаться. Поэтому щенок вас кусает, просто останавливаем игру и говорим «нельзя». Щенок понимает, что что-то не так, почему игра прекратилась, что я не то сделал. И вот у него выработается ассоциация, что если я кусаю за руки, значит игра прекратится. Подсом в этот момент игрушку, и пусть щенок играет с игрушкой. Еще есть один рабочий метод. Я вам уже рассказывала, что когда щенки маленькие, они, как правило, играют друг с другом, кусая друг друга, для них это нормально. Но когда им становится больно, они начинают пищать. И для других сородичей это такой знак, что «а, да, я сделал что-то не то, нужно, наверное, перестать кусать, наверное, это больно». Вот и есть такой рабочий метод. То же самое, только уже мы выступаем в роли тех щенков. И когда вас щенок укусил за руку, мы издаем такой звук типа «Ай!». Вы показываете так своему питомцу, что вам больно, что вам неприятно. И в этот момент останавливаете игру. Питомец не хочет причинять боль своему хозяину, поэтому со временем он поймет, что так лучше не делать и лучше играть с игрушкой. Кстати, вот Роза меня тоже раньше кусала за руки, но вот потом у нее, по-моему, это само прошло. Но мы всегда с ней играли с игрушками, она поняла, что да, с игрушками можно играть, вот с руками не стоит. Ну типа это ей просто неинтересно, я не играла с ней никогда вот с руками. Вот, 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 вот это вот можно грызть, играть, 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 играть. Просто взаимодействуем так вот с игрушками. Собака должна понять, что с игрушкой интересно играть. Да, Рози? Играть, играть. Ну и тут, кстати, стоит помнить про правила игры с собакой. Когда вы играете с собакой, вы не просто вот так вот, ну, взять. Вы не должны вот как мумии просто играть с ней. Игра должна быть активной, эмоциональной. Вы должны быть тоже включены в процесс. Поэтому вот собака тянет канат, вы такие, молодец, взять, 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 сильная Рози, сильная Рози. Вот прямо взаимодействуем, показываем интонацию, что вам тоже весело. Чтобы собака играла с игрушкой, и ей было интересно это делать. Ути-пути, и ты мой хороший, и ты мой хороший. Вот, я вам пересчислила три рабочих метода. Во-первых, это переключение внимания на игрушку. Во-вторых, это полное прекращение игры. И в-третьих, это своеобразное такое пищание голосом. Вы показываете, что вам неприятно. И щенок со временем перестает кусать вас за руки, потому что понимает, что вам больно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я обязательно перед словом читаю все комментарии. У меня такой своеобразный ритуал. Поднимаю себе настроение. Ну, иногда грущу, но в основном поднимаю настроение. Все, будем с вами на связи. Подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Пока-пока!